придумал что вселенная состоит из воды просто изначально недоказуемый тело а про фалесов всяких ну уже даже непосредственно у диогена лаэрского перечисляются мыслители которые существовали до греков и вне греческом обществе а финикийцы там всякие египтяне хоть мох там мох мох считается первым атомистом притягательны для его времени аргументы в пользу того что вселенная состоит из воды там аргументы в пользу того что вообще вся материя это разная степень уплотненности воды проще говоря вот возможно хорошая трактовка непонятно было ли это так или нет но возможно вода замерзает на превращается в лед а если как бы ее еще сдавить сильно то она превратится там камни и нормально в целом знаете маргинал нормально трактует философия фалеса так далее и там дальше это уже всякое такое то есть был первый западный философ и потом постепенно трудно сказать что он первый западный опять же я перечислил египтян египет вроде не относится к ближнему востоку насколько я знаю ну ладно финикийцы еще и так далее так далее может быть еще кто-то по запад не был по развития значит греческих философов которые были до сократа условно принято называть до сократиками те которые были начиная с сократа это сократики соответственно кратические кратические философы не нравится такое деление потому что многие мыслители после сократа не были именно сократическими философами но многие были сократ платон аристотель и так далее при этом важно что сократ ничего не писал у него нет ни одного труда и принципе не совсем понятно существовало на самом деле или нет ну с той же вероятностью с какой существовал платон и стал аристотель почему это считать философом там такой но знаковый персонаж который вовремя сдох дело что платон написал вот он главный персонаж диалогах платона вот и в принципе о нем много чего написано сократия вот его время то есть ксенофон писал про сократа ксенофон с ним служил даже вот они у ксенофона более понятные простые тексты посвященные сократу рекомендую версию вместе ходили но там такое дело что то есть у платона это больше похоже знаете на философскую фантастику где платон непосредственно свои мысли передает через сократа у ксенофона попроще и кажется более подробно боль боль ним не более подробно более понятно более там понятно вырисовывается образ самого сократа сократа который занимался именно этикой который не летал в каких-то мирах различных идей как это плаву платона происходит в общем ксенофон читайте то сократ ну как пишет ксенофон бля я тут в общем недавно видел видео где uber маргинал разносит бедного данилинга притом данилинга говори рассказывает историю философии значительно лучше чем маргинал это делает сейчас ну ксенофон сократ в лес 1 западный пилософ вот как то вот так у него здесь получается ну понятно что это стрим и напрямую без подготовки создать хорошую лекцию довольно сложно он так разносил данилинга хотя у данилинга информация была подана ну в десятки раз лучше чем здесь жалко жалко бедного данилинга мы защищаемся защищаем бедных беспомощных данилингов это было нехорошо на мой взгляд тогда прям так разносить бедного пацана да и васил и васил разносил но просто понимаете вот то что я сейчас слышу но это пока такое он сократ он собственно из принципа ничего не писал потому что считал что письмо вредно для памяти и поэтому возможно просто не умел писать и поэтому в принципе все диалоги все писал платон не она у данилинга косяков прилично да у данилинга было косяков достаточно и там есть что дополнить но блин просто вот это это ниже по уровню чем у данилинга в общем проблема принято считать что ранние диалоги платона содержит в себе настоящую философскую позицию сократа вот а поздние диалоги платона несмотря на то что там все равно сократ фигурирует там уже они написаны после смерти сократа и там для чудо не лингового разносить это чувак который вот студент философского факультета но норм он постарался создать хорошие видео с картинками даже с картинками между прочим это уже хорошо и он изложил философию довольно таки популярно а данилинг дугину по отца сует ревность платон просто толкает свои идеи под видом сократа потому что есть очень сильная там разница в тоне в целом потому что ранее друзья опять лагает стрим не должен по моему норм диалогах платона сократ просто создает вопросы вот и и еще вопросы еще вопросы задает и все и он принципе не высказывает никаких мнений никаких позиций у него нет никакой философской системы он просто занят тем что кто-то говорит слово благочестие и сократ спрашиваешь ты подожди а ты знаешь такое благочестие объясни мне что вы благочестие вот этот начинает объяснять и сократ задает еще три вопроса по уже другим словам которые там сплыли вот значит и моефтика норм и довольно таки интересный метод который я бы даже отнес к софистическим очень после в диалогах платона там уже начинается там что-то более серьезно то есть государство начинается с обсуждение что такое справедливости вроде бы как бы там в начале там батл там жесткий батл достаточно типичная то есть не согласен спор с фросимахом один из самых нетипичных философии платона вообще просто обычно обычно когда мы считаем диалоги финала либо но срезан его просто нет либо сократ очевидно побеждает ну то ли приводит там не знаю ни к чему но понятно что позиция сократа вообще в целом более обоснована чем у его оппонентов он приводит их либо к незнанию либо к размышлению какому-то над темой либо к благу добру и при этом понятно что позиция сократа куда круче чем у его собеседника а с фросимахом непонятно просимах хорошо спорит хотя потом психует и убегает типа сократ пичмо и уходит жалко жалко такой же хороший диалог парменид с парменидом парменидом вообще тупо побеждает сократ признает свое поражение перед пармен やм это прям шикарно приходит фасимах начинает говорить про справедливость сократ спрашивает что такое справедливость знаешь ли ты что такое справедливость объясни мне что такое справедливость и фразе мах начинает разносить его как петуха а сократ ему отвечает и пытается делать вид что вы не разнесли вот и как петуха зоосклепия после чего все как-то отходит вот сократовской вот этой вот модели потому что уходит фасимах там на самом деле жесткий спор у них один из самых жестких споров вопрос-ответ и переходит в то что сократ почему-то внезапно начинает расписывать идею и идеального государства то есть ну потому что и справедливости это следует главный вопрос о справедливости государства главный вопрос но работа государства в целом идеального зависит непосредственно от справедливости то есть там логическое следование ну такое логическое в смысле логичное повествование в этом смысле они приходят к выводу что просто так дать определение справедливости нельзя и для того чтобы найти справедливость нужно сначала придумать идеальное государство в идеальном государстве справедливость есть по определению поэтому если у нас будет идеальное государство то у нас будет и справедливость и они придумывают идеальное государство вот и придумывают что такое справедливость в конце а греческая философия она там сложно сказать когда нас оканчивается когда последнюю платоническую школу закрывает шадов у тебя есть девушка не знаю обычно как зависит от определения вот это норм говорят что античная философия она заканчивается с античным миром потом начинается с философия средних век обычно говорят что в общем-то закрытием последней платоновской академии все заканчивается у парня нет часто говорят что там какие как ребят может быть я есть тот самый китаец как какая-то темная эра тетя темный век начинается темное время вот не совсем так там это реально не совсем были достаточно мощные философы фома аквинский перепрыгнули раймонд лули не жены нет раймонд лули интересный но для маргу он должен быть шуе на самом деле раймонд лули он просто довольно странный мистичный апологет который совмещал себе логику софистику много вообще интересных вещей и то самые разные вообще были вот нормально но то есть формально говоря во времена во времена непосредственно средних веков была сформирована эмпирическая доктрина по-новому по-новому было сформироваться марлерона что тебе больше всего нравится из античных текстов ну не знаю наверно секс эмпирик не знаю если вот мне в свое время нравится я даже знать что сделал переписал под себя гесеодовскую ты агонию у меня есть текст который называется пантеон и там описывается пантеон но мой психофизический я его поместил вообще в свою в свои вселенные литературные это очень интересно получилось там на 64 различных божеств божества которые так или иначе взаимодействуют с этим миром но это не настоящие божества это психофизические функции определенные аборт я столько жахал что вам и не снилось но именно поэтому я придерживаюсь видимо поэтому я сопротивляю субер маргиналу с его запретами на аборты мне мне не могу допустить чтобы чтобы презрение презрение людей сыпалась на меня со стороны я должен доказать что маргинал не прав что нельзя презирать аборты я не мне ну лично мне они не очень нравится там были толковый ну да роджер бэкон не фрэнсис бэкон а роджер бэкон бродвардин был тоже гиди алигресса тест мой любимый средневековых николай арэм прям вообще чувак сформулировал теорию относительности по галилею правда практически но теорию относительности очень похожую на гегелеев галилеев скую гегель хочет гигель хочет прыгнуть я как раз прочитал феноменологию тут внезапно мыслители потом философия нового времени начинается с но это большой прыжок через в общем-то все средневековье практически прыжок от платона от платона к томасу аквинату минуя альберта великого святого августина минуя ну хотя бы по мелочи так-то потом прыжок к рене декарту через всю эпоху возрождения очень интересно рене декарта вот по сути дела ну так принято считать философия нового времени философия модерна начинается срыв почему все недооценю ксенофана мудаки сейчас ребят давайте кое-что проверим чисто что было показательно бэкон раз фрэнсис бэкон запоминаем цифры 1561 1561 декард сейчас выведут робота какого-нибудь 1 5 9 6 запомнили цифры запомнили до 1561 1596 и совмещаем эти цифры apple apple чё там пэн ну и так далее ладно не знаю это тупая шутка была но но ребят бэкон умер 1626 год кортезий а стоп нет кортезий что не умер вообще что ли подождите когда кортезий сдох 1900 ну то есть смотрите да вообще-то уже философия нового времени начинается с карты с рене декарта говорит убер маргинал при этом фрэнсис бэкон родился значительно раньше и умер значительно раньше при этом маргинал в принципе знает английскую философию при этом фрэнсис бэкон мыслитель нового времени насколько стоп я не путаю же это мыслитель нового времени правильно может быть я я тупой данном случае мы с период позднего возрождения и начала нового времени до странно принады карта его основной труд это рассуждение о первой философии хотя у него трудов много суждения о методе и так далее но главное но я бы не сказал стоп 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 потом происходит самая разная философия там при том проблема с том что электроснэйк он не выбирает своих фаворитов у него должен быть здесь фрэнсис бэкон где-то потому что джон лог его во многом зависит от фрэнсиса бэкона как ты запоминаешь такие большие объемы информации но на самом деле я не особо запоминаю как вы видели я цифры не помнил я помнил что бэкон родился раньше чем кортезий и умер раньше не помню не помню насколько и мог даже ошибаться это могло у меня в голове спутаться поэтому мы это проверили непосредственно на стриме но чтобы уж я не лоханулся не обосрался по большому как говорится чтобы да чтобы не уподобиться британские империсты джон лог джордж баркли 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 можно прочитать баркли интересно не знаю сейчас но первые я никогда не слышал баркли ну ладно хорошо да тут доверимся он же давид хью кстати да давид он ведь он еще давид называет недавно везде взяли переименовали давида в юма в дэвида юма и яркие как-то этот перекос знаете не заметил однажды я просто офигел чего я думал это же давид юм его везде давидом называли а потом читаю дэвид 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 я думаю что как я так долго тупил значит тоже вносит свой вклад империстами они называются потому что кстати относительно беркли ну блин мне всегда трудно признать что он эмпирик и давид юм я тоже обычно трудно признать что он эмпирик но ладно у них там свое английское определение не тупо англичане поэтому они эмпирики эмпиристами или эмпириками тоже альтернативные они называются потому что они не верят в априорные знания то есть там вот такой момент что есть знания априорные я бы не сказал что юм скептик по крайней мере по моему определению скептицизма но он точно не является эмпирик не может быть скептиком автоматически но я тоже думал что нельзя читать беркли как баркель он видимо просто оговорился но мы не мы не будем за это критиковать и есть апостериорные знания априорные знания это знание которое у человека есть с рождения и их человек может просто рационально достать но наговорился скорее всего а потом решил продолжить речь уже как беркли он же он же беркли вот апостериорные знания полученные в ходе опыта непосредственно вот эмпиристы говорят что априорного знания нет есть только апостериорное знание рационалисты говорили что есть априорные знания как например знание о том что сумма углов треугольника равно с математика до 80 градусов это не единственное различие но рационалисты они рационалисты потому что рацию разум они верили в разум эмпирики но они пользовались не периодическими методами разрабатывали их в том числе индуктивную логику как у фрэнсиса бэкона например что эмпирический не но не в том смысле просто джордж беркли в данном случае мне кажется крайне выделяющимся в этой череде мыслителей юм говорил про чувственное восприятие но не считал это истинной да и поэтому мне довольно таки странно обычно каким-то образом называть юма эмпириком но может быть юма может быть джорджем беркли все еще сложнее в этом смысле ладно лог окей лока отдаем фрэнсис бэкона точно эмпирик прям вот вообще бесспорно и ну и ну и ну и перри когда а вот уже джордж беркли очень идеалистическая философия на самом деле у него но но он английская и она основана на восприятиях в этом смысле можно сказать что да тоже типа эмпиризм но мне что-то вот как-то очень очень трудно это признать и как это посмотреть нельзя вот в споре между рационалистами и эмпириками принципе никто не победил потому что пришел кстати в русской википедии обычно не пишут что беркли был эмпириком беркли был епископом действительно и у него довольно таки интересная религиозная философия но то есть крайне интересная граничащие с эллипсизмом а вот в английской википедии до написано что он эмпирик и не только википедии как я понял в на в разных источниках ну то есть маргинал действительно называет его так потому что вот так учили я с этим может быть бы только согласился если мы примем определение эмпиризма ну довольно таки интересная странная даже для меня для меня странная иммануил кант и просто и просто отвал башки нам устроил закрыл это за именно пор монументальным трудом критика чистого разума в котором подвел скажем так достаточно очень массивный идейный базис под все три способа исследования мира называет эмпи эмпирический логический математический который друг другу не сводится но как бы он все их всех вписывает в одну большую систему и вообще его труд очень тяжело читать вот критики чистого раз у него есть труды которые читаются гораздо проще но они не так важны для истории философии дальше происходит самое разное значит после мануила канта образуется так называемая классическая немецкая философия у меня есть учебник на руках по тему нового времени первым считается николас вон куэс я не знаю что это видите пошла какая-то латынь николай кузанский да да кузанский куэс куза не знаю куэску за да наверное николай кузанский но тут проблема в том что николая кузанского нередко причисляют к эпохе возрождения ну то есть не то чтобы нередко его обычно причисляют к эпохе возрождения насколько я помню тире классических немецких философов включают в себя гегеля а из гегеля до в обратном порядке окей и кого николай ван куза куза не знаю этот блин гегель шиллинг фихта ну наверно кант сам кант то есть кант гегель шиллинг да его считают их тут это четыре классических немецких философа кузанский не был атеистом как минимум но он был кардиналом эпохи возрождения у него было очень странное учение о боге бесконечности переходе бесконечности бесконечности бесконечно мало и бесконечно большое очень он работал с такими странными непредставимыми понятиями плюс ко всему николай кузанский был еще и замечательным естество испытателем который работал над линзами над оптикой работал с оптикой и вроде бы одним из первых проработал нет методы создания линз кстати говорят что на кузанского воздействовал наоборот кузанский воздействовал на джордана бруно то есть вы должны понимать что у кузанского куда более странная философия чем у жордана бруно джордана бруно просто фриковатый как бы мистик который делал очень какие-то очень такие обширные предположения о мире очень странные нихера не доказывал практически его сожгли а николай кузанский норм как бы это топовый чувак своей эпохи хотя он был куда более странным при этом возрождение также рядом с ними присутствует несколько философов не классических которые при тоже внесли более рядом с ними окей ну рядом с гегелем и шеллинг шеллингом менее вклад артур шопенгауэр йохан гердер калки гердера кстати почти не что рова никто не помнит да поэтому потом чуть-чуть он был он больше позже на я не появляется людвиг фейербах да от гегеля и шлейр махер не помню как фридрих шлейр махер помню значит вкратце в чем разница между классическими и не классическими философами до ночи классические философа были названы так потому что это немецкая классическая философия до этого у немцев не было какой-то единой целостной мощной философской системы были некоторые немецкие мыслители не самые не самые в общем-то другом системный вольф был лейбнец да да конечно они были но до классики еще далеко классика по канту определяется как классика в общем-то античный определяется по сократу то есть классическая философия греции это платон аристотель и сократики были ближайшие по времени это классическая философия также и с немецким идеализмом классическим что посчитать по-русски православной философии я ничего не читал не люблю они были будут в смысле не то что ничего читал много чего читал но фрагментами мне не нравилось никогда более системными то есть они каждый из них предлагал ну есть еще лебнец до этого но здесь в принципе наверное какой-то такой знаете эстетический мотив деления по канту кант самый крутой немецкий типа философ и кант совершил переворот философии поэтому мы по нему будем делить систему мысли которая вписывает в себя вообще все вот все чем был заинтерес не читал метафизику век науки киселя к сожалению суван вообще современные тексты я не очень много читал поэтому ну вот будьте готовы друзья антон а что почитать по политике политику аристотеля и государства платона политические тексты его диалоги платона можно почитать можно государствами а макиявеле государе макиявеле почитать можно суньзы почитать военный трактат довольно попсовый распространенный обычно его о нем много чего знают я такой фил я могу только философские тексты предложить по политике писал в свою систему чем я что-то попали меня у меня самого нет ничего по политике друзья критики чистого разума потом крит можно попробовать прочитать сейчас текст прозаические правда ягзане слова ягза не нужно нет не этот ягзан у ибн туфейля туфайля непосредственно арабского мыслить я был такой текст который посвящен теме идеального не государства даже такого единичного существа да я здесь прокололся не я прокололся пока хотя нет здесь критика государства повесть ахае и сыне егзана а сыне егзана в общем хая сына егзана там выступает таким да своеобразным анархистом который уходит из города и не важно не то чтобы уходит из города он сначала вообще живет вне города он он типа маугли только маугли который приходит к идеям там не знаю аристотилизма в арабском таком мире получается потом возвращается в город вместе с каким-то своим другом новым который его находит и обнаруживает что люди живут там довольно плохо не по канону в общем они живут и хая пытается их изменить но понимает что людей живущих в городе никак не изменить поэтому надо опять удалиться в леса и быть клёвым самостоятельным автономным платоником таким критики практического разума но в крик фрейда стоит считать это интересно очки суждения значит то же самое можно сказать о шиллинге фехты и особенно гигеля значит система гигеля она пожалуй самая проработанная несмотря самая проработанная большая полная дарья на то что она не такая формальная как хоть да она неформальная она не должна была быть формально на очень большая она могла бы быть еще больше если бы пришлось формально доказывать каждый тезис но если мы берем вообще все гигелян со в целом там наверное попытались доказать большинство тезисов гигеля но наверное значит да потом нас чего в общем-то создатель какой-то той или иной системы должен вдруг создавать полноценную в общем-то систему где все доказано еще и доказано формально доказывает бывает ученики в советской классификациях часто пишут что было пять классических немецких философ потому что они приписывают к ним еще и фейербаха окей что в корне неверно так как фейербах он не такой систематический философ на самом деле да он не систематически он был после он не знаю но предшественник марксизма макса можно было бы также считать тогда частью всего этого он не идеалист в отлить до чего-то того же гигеля например ну кант кант васил меня тут подстебал насчет того что кант сам называл себя трансцендентальным идеалистом ну кант очень странный идеалист в череде фейербах шеллинг гегель он очень сильно отличается от всех троих но в целом они все вчетвером и кант и шеллинг и гегель и фихты они отличаются от фейербаха значительно до фейербах чисто материалист как бы значит он и он жил это про то маркс позже тоже все четыре классические философы жили примерно в одно время давайте вспомним что кант был учителем фехты а фехты во многом ну можно с кант ну все спортивные канты а фехты фехты был очень учителем уже шеллинга и гегеля ну то есть философия шеллинга и гегеля во многом восходит к фехтянство сейчас подождите выровняется картинка давайте проверим мое утверждение но может быть я мудак который ничего не знает и мануил кант тупо по датам в одно время жили эмануил эмануил кант 1724 и 1804 окей гегель берем позднего гегель жили приблизительно в одно время проверяем проверяем я думал что это не так просто всю жизнь ой смотрите ка а гегель оказывается родился не знаю на сколько лет позже ну прилично прилично позже родился на полвека практически позже он родился и умер и умер и умер и умер на тридцать ну на 20 чем-то лет позже стрим с маргиналом завтра в 21.00 а какая разница между гегелем и фейербахом интересно фейер феерабенд феер ладно как напишу так и напишу бах не вижу я буквы далеко фейербаха выведут ой так разница между гегелем и фейербахом давайте смотреть 1804 ну на 30 лет на 30 лет родился окей позже а дата смерти ой ой а как так то ну дата смерти конечно прожил неплохо да брон прожил довольно таки долгую хорошую жизнь между прочим ну то есть разница практически такая же ну ну вот жили в одно и то же время но почему-то разница у фейербаха с гегелем практически такая же как у гегеля с кантом непонятно непонятное суждение выносит обер маргинал сейчас то есть в одно время с ними также жил например шопенгау с гегелем и шеллингом шопенгауэра никто не не приписывают классическим филос ну ведь жили же примерно в одно и то же время просто джон до и тогда и фейербах жил примерно понимаете если мы берем под примерно плюс минус 30-40 лет то он окей как бы да действительно то принципе я живу в одно и то же время с другими с людьми которые уже давно умерли плюс минус 30-40 лет то всего то одно и то же время но что у него тоже есть философская система но она не так сильно проработана она на мой взгляд очень рваная хотя тут со мной могут кстати поспорить многие люди которые считают что у него очень рад что у него вообще отличная философская система ну вообще-то он был во многом артур шопенгауэр один из самых аналитических иррационалистов за всю историю человечества у него очень много чисто аргументативных высказываний это странно это странно но то есть и система ну может быть у него не то чтобы рваная но она есть она норм и она одно исходит из другого мир есть представление и в мире правит воля воли не часто ведет нас к страданию и этика его строится из страх признания страдания я страдания можно отчасти вот его можно подавить подавив волю очень по-индийски кстати и очень система все идеально проработана и ничего не упущен ну то есть маргинал так в принципе считает что и гегеля херовая систему вроде как значит да гердера и шлирмахера никто не помнит благополучно хотя они это в смысле шлирмахер основатель герменевтики важные люди были с гердером сложнее да про гердера мало кто знает я даже о нем сейчас ничего конкретного не скажет потом маргинал тоже решил не говорить а я бы узнал фейербург потом уже начинается постепенно красная пятница на вот ну приходит 19 а гердер отец этики я думал сократ отец этики да это 70 нет 7 мудрецов от этики он видимо гердер это отец термина этика правильно понимать и век я просто этикой мало интересуюсь поэтому очевидно что нравится марксизм благополучно философия переходит от идеализма к материализму постепенно девятнадцатый век в основном отличается тем вот именно вот марксизмом и этим экономическим таким переворотом приходит 20 век сразу же людвиг витгенштейн двадцатом веке происходит лингвистический переворот философии философия начинает смотреть больше на язык согласен но там не только лингвистический поворот смотря что мы подразумеваем под философией значит аналитическая философия хотя и в аналитической и в континентальной внимание на язык было направлено довольно большое согласен в аналитической прям очень большое в континентальной в зависимости от направлением мысли занято почти исключительно вопросами языка согласен вот этот мудак в общем-то меня критиковал за это высказывание когда я лекцию читал простите за то что я назвал убермаргинала плохим словом но он именно за это же высказывание меня критиковал называл долбоебом как бы окей окей хорошо принято засчитано я тоже я имею право назвать маргиналом мудаком сейчас вот честно и логики вот я тоже об этом говорил да и логики как языка слушай маргинала ты чё ты забываешь что сейчас в наши дни в общем то аналитических философов смешивают а смешиваются с континентальными направлениями есть аналитический марксизм аналитическая феноменология есть аналитическое германеф тико есть вообще все спектры там аналитических дисциплин которые так или иначе связаны с континентальными тут же говорит что континентальная философия занимается не только проблемами языка и логики аа да раз�� Camp шла у расела есть метафизика ж А? Разве? А еще у Рассела, у Рассела есть метафизика же. Нет, ну то есть, блин, ну лол. Он тоже критиковал мою лекцию вот чисто вот за такие же тезисы, когда я пытался общие ознакомить людей с аналитической философией, обобщенно, упрощенно. Потом еще куча всяких шавок ко мне прибежала и наставила дизлайки под лекции. Ну, ребят, ну как бы, ну лол. А сейчас, ну, просто, не знаю, сидит, мямлет что-то. Ну, вот язык, логика. А, да, да, окей. В Европе... В Европе появляется Камю. Камю. Просто по уху. Это такое движение, как экзистенциализм. О, да, именно с Камю. Не, ну просто смешно, ребята. Ну, просто это реально смешно. Ну, допустим, лекция очень старая, да? Какая? Сколько ей тысячелетий? Ну, просто, ну, блин, за то же самое, при том, что я не увлекаюсь аналитической философией, меня как бы обсирать, ну, это было, по-моему, моветон. Особенно, когда ты сам в своих выступлениях порой говоришь те же самые вещи. Пытаясь упростить информацию для публики. О котором, в принципе, судить достаточно сложно, учитывая, что непонятно, что считать экзистенциализмом. Мы можем сказать, что экзистенциализм – это такое универсальное течение философии, которое начинается с незапамятных времен, там, с какого-нибудь Святого Агустина, и как бы Сартер просто его продолжатель, причем не самый лучший. А мы можем сказать, что экзистенциализм начинается тогда, когда... Ча, простите, друзья, мне нужно вдохнуть лекарство Симбикорд, потому что у меня с кашлем сейчас какие-то проблемы начинаются. Хорошо. Все, кашель должен отступить буквально через несколько минут. Придуман термин «экзистенциализм», а придумал... Если что, друзья, у меня астма. Я не наркоман, а это Симбикорд, настоящее лекарство. Симбикорту бухалер. Он с Артером в 20 веке, то есть тогда Сартер и Камюк, главные экзистенциалисты. Вот, то есть это достаточно сложно сказать. Есть самые разные... Понимаете, в чем проблема? Завтра на стриме нам стоит ожидать противостояния континентальной философии. Я не представитель континентальной философии вообще ни в каком смысле. Континентальная философия мне интересней, но за 20 век философию я прочитал не очень в большом количестве. Моя философия больше к античности отсылает, как ни странно. Вообще ко всей древности даже. К индийской древности, к китайской древности, к... Не знаю, к сексту-эмпирику какому-нибудь, к софистам, к перрону, вот к таким личностям. Я себя как континентального мыслителя, представителя континентальной мысли вообще никогда не оценивал. И защищать именно континентальную мысль в таком контексте было бы очень трудно. Философы разной степени, маргинальность. Ну, меня бы скорее, да, назвали континентальным мыслителем. Ввиду того, что у меня не аналитическая философия. То есть, не логичная, не последовательная. Ну, вы, в общем-то, уже видели философскую комбинаторику. Я вам там даже ничего доказывать не собирался. Ну, по сути, это... Потому что это на скептицизме строится, и это метод. И он дает определенные результаты. И все. И мы не будем его доказывать, друзья, как бы. Хайдегер, которых сложно... А Гуссель. В принципе, куда-то вписать, в которые... Я не помню, чтобы он что-то говорил. Не видел. Их, скорее, пытаются вписывать. Всякие системы, и старые, и новые, и всякое такое. А современная философия, что с ней сейчас? Ну, в современной философии, там разные вещи происходят. То есть, французский постмодернизм имеет место. Имеет место вот диалектический материализм у коммунистов. Да. Материалистов, кстати, очень много сейчас. И не в России, простите. Везде их очень долго. Имеет место аналитической философии вот на англо-американском западе. Имеет место современная этика, зачастую утилитарная, но бывает самая разная. Да, очень много утилитарной практической этики согласен, даже в России. Утилитаристы обычно сейчас выступают за права животных. Кантианцы, они выступают вместе с христианами и так далее. То есть, там самое разное. Есть философия традиционалистская. То есть, последователи Рене Генона... Последователи Рене Генона. И чьи же эти глаза? Эти глаза напротив. Это же Ктул Хуцена, кажется, нет? Кто это? Это... Это... Стоп. Это же, по-моему, Анти Ник Лэнд. Нет? Юлиус Эвелл. Это же и Льюис Невелл нашего времени. В России последователи Александра Дугина и сам Александр Дугин. Есть философия религиозная, этого полно. Но он правильно очень так по головам, конечно, проходится, но правильно. Не знаю. Я сам не очень лучше знаю современную философию, честно говоря. Папа Римский Иоанн Павел II. А, великие философы, наверное. И всякие такие люди. То есть в философии бывает самое разное. А есть философия каменных мужиков. Они просто вот так вот сидят. Я мышлитель. Вот, и бывает такая философия. Но она не очень обычная распространена, она не очень сильная. Хотя, если вы посмотрите любое видео выступлений какого-нибудь с философского факультета и посмотрите на публику, которая там сидит, почти все философы сидят вот так. Вот так вот, что что-то поддерживает голову, тяжелая обычно. И сейчас, и всегда, в каждой эпохе философия выглядит по-своему. Вот сейчас поток информации очень мощный в целом, в средствах массовой коммуникации, в популярном дискурсе. А поток информации мощный как никогда, и поэтому философия как бы находится в достаточно хаотичном состоянии, в состоянии метания, потому как... Ну, я бы не сказал, что происходит сильно большое состояние метания. Если бы было состояние метания, было бы очень много новых, современных концепций, если бы был реально хаос. Ну, то есть, это было бы как в Греции приблизительно, а мы такого не наблюдаем. Ну, кто у нас из крупных философов есть? Дугин. Как было правильно замечено, последователь разных традиционалистов, который мало чего нового вносит. Кто у нас еще есть там? Не знаю, Салтердайк, последователь Хайдегера. Далеко не Хайдегер, между прочим. Он хорош, он силен, но он далеко не Хайдегер. Поток информации. Шар для гадания смешно. Ну, то есть, реально, ну, то есть, если так подумать, каких-то больших философских открытий вроде гуссерлянской феноменологии сейчас я не наблюдаю в большой публике. А не Клэнд. Со своим замечательным акселерационизмом. Я не особо понимаю, что это такое, конечно, но, судя по всему, это довольно-таки странно. Странное социальное движение. То есть, это социология. Это философия социологии. Ну, и чё? Роботы, сингулярность развития, двигаться к ней, ускорять это развитие. Пох. Это уже давно было. Ну, то есть, такие идеи. CGI и феминизм, возможно, да, тоже философия такая. Очень ограниченная, кстати, и тоже уже находит свои основания в 20 веке. Джордан Питерсон, он раскручен, но он психолог же скорее. Привет, Батлин Блом. Скучали без тебя. Где ты был? Почему ты прогуливаешь наши лекции? Постоянно сталкиваются друг с другом философы, имеющие, ну, не противоположные точки зрения, а не пересекающиеся точки зрения. То есть, философы, которые заинтересованы просто в разных вещах, по-разному определяют... Да, он философ морали, ну, с современными философами я хуже знаком, как раз потому, что мало кто привлекает мое внимание. Что Нитши говорил про женщин? Что нужно идти с плеткой, когда идешь к женщине? Не те же слова, вот, которые, в принципе, находятся в разных системах мышления. Питерсон, юнгианец, ему нравятся Достоевский и Нитша. Не люблю Достоевского, но люблю Нитша. Для этого философский диалог очень сильно усложняется, потому как где-нибудь в Афинах, две тысячи с лишним лет назад... Убили Сократа, потому что, блядь, он развращал молодежь своими идеями, да. Вот это были замечательные времена. Вот вернуть бы поскорее те времена, когда философы будут убивать за их воззрение, потому что они развращают ими молодежь. Вот это да. Вот вывернуть. Вот это дискурс потрясающий. На самом деле, в Афинах жесткий хаос был, но тоже, по сути. Вот там как раз было что-то вроде хаоса. Там, как правило, встречались люди достаточно схожих. Да, иногда не схожих. И просто вот их там, не знаю, гнобили, мочили. Анаксагор тот же, он был изгнан из Афин, вообще-то напоминаю. Привет, Вячеслав. В общем, выгнали из Афина Анаксагора, черт возьми. Анаксагор некоторое время, кстати, судя по всему, обучал Сократа. Анаксагор с гомеомериями, друзья. Тот чувак с гомеомериями интересный. Это мне вопрос, фильм-фанатик. Я чувствовал очень много женского тепла. Так вот, продолжаем. На самом деле, это очень разнообразная территория, где бывали, по сути, практически все, наверное, Афины. Но это интересно, интересно. Очень и очень странно, что маргинал это так трактует, честно говоря. Своего стиля мышления, которые жили в одном и том же городе, где жило там, я не знаю. А еще я напоминаю. Да, я понял, что это мем про Марго. Так вот. Напоминаю, что... Я чё? Схожий стиль мышления, схожий стиль мышления, схожий стиль мышления. Там существовали софисты с не схожим стилем мышления. Платоники, не знаю, сократик, сократы, сократики существовали. Не знаю, натура философы существовали. Тоже и в Афинах иногда пересекались. Очень схожие стили мышления, да. Да, конечно. Ну, 10 тысяч человек, вот, жили в нем несколько поколений, да, и, ну, иногда приезжали, там, из других городов-государств люди, ну, и все разносили вообще все. Говорили на одном языке, все примерно видели одни и те же вещи каждый день, и поэтому, в принципе, философские беседы были примерно об одном и том же сейчас, как бы, если ты сталкиваешься со... Ну, то есть, бла-бла-бла, окей. Ну, это полная чушь сейчас была. С православным философом, или с телемитом, или с сатанистом, или с язычником, с... Язычником. С кантианцем, с гигельянцем, с коммунистом, с сионистом, там, я не знаю, с... Проблема заключается в том, что в современности мало новых оригинальных концептов. У греков была возможность сочинять концепты, ну, вот просто, вот так вот, жонглировать, комбинировать различные позиции, все что угодно делать и разносить друг друга, вот вообще без каких-либо проблем. А сейчас, ну, он перечислил вообще людей, которые, ну, не очень выразительные в мысли. Нет, ты не знаешь, ну, это вы, Джон Дой, стическому обобщили в данном случае. Маргинал не настолько обобщает. Он говорит, что философия была посвящена меньшему количеству проблем, чем она на самом деле была посвящена. Проблемное поле философии в древности, это просто огромное поле, это огромная комбинаторная, не знаю, площадка, где создавались идеи, комбинировались друг с другом, появлялись новые учения, их становилось все больше и больше и больше. У меня просто реально такое впечатление, что Маргинал читал только Платона и Аристотеля. Ну, простите, конечно, и, по-моему, он до сих пор представляет себе античность, как Платон, Аристотель, и то, что там вот было вот близко, там, к Платону и Аристотелю, ну, там, типа, типа, вот эти вот, как там их чуваки, которые, ну, эти, ну, 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 вот эти вот, вот стоики, да? Ну, я не знаю, кто их основал, Зенон Китийский, ну, плевать, я впервые слышу, это имя Зенон Китийский, ну, ну, похеру, ну, вы поняли, да? Да так, что-то, типа, платонизма тоже, как бы, ну, как-то так. По-моему, он реально так представляет философию древности, это, ну, странновато. Еще кем-нибудь вегетарианцам, то, как... А вот сейчас очень разнообразно, очень разнообразно, да? Как бы, в принципе... Не, ну, Батмин Блом, ну, простите, но здесь надо это просто упомянуть. Меня прям немножко прибомбит немножко, вот так. А диалогом может не получиться, потому что... На донышке у меня пробомбило. В принципе, заинтересовано в совершенно разных вещах. Потому что и раньше философия была ориентирована на совершенно разные вещи. Софисты были ориентированы вообще на понятия, никак не связанные с истиной, они уходили от истины. Были скептики, были стойки, перипатетики, платоники, эмпирики, вроде, не знаю, школы Гиппократа. Ха-ха-ха-ха! И этих людей были не связанные методы. Метод математики не перескакивал к перипатетикам и к эмпирикам, потому что нахер им этот метод был не нужен. Потому что платоники сидели себе там, угорали. Математика! У-у-у! Мир идей! И рисовали там себе, там, не знаю, где-нибудь там, не знаю, на каких-нибудь пергаментах, на чем они там рисовали. Рисовали там фигуры себе геометрические, исчисляли, доказывали теоремы. То есть это было похоже больше на игру, но для платоников это было важно. А остальные видели их как шизофреников, по сути, которые херней страдают. Поэтому Аристоте, ну, не особо любил математику, он пользовался больше логикой. Потому что логика, логика суждений с помощью слова позволяла открывать истину. Ну и это многим казалось шизофренией, как бы, друзья. Понимаете? Ну, то есть тоже очень странными вещами это казалось для многих. И не все взяли логику. Не все философские течения взяли логику. Потому что, ну, тоже довольно странно. Наконец-то появилась достойная замена маргиналу. А то он сейчас только мычит на камеру за деньги и ничего интересного. Спасибо тебе за стримы, ты милашка. Спасибо, Кент, спасибо. 11 рублей, у меня минимум донат на 10 рублей. И Кент доплатил 10, чтобы это написать. Спасибо большое. Ну, кстати, очень приятные слова. Вот, к сожалению, Ника Бострома я не читал в фильм «Фанатик». Кстати, я многих современных мыслителей, в принципе, не читал. Вот в этом мой проеб, так скажем. Вполне возможно, о современных мыслителях я вот говорю неправильные вещи. Может быть, маргинал здесь действительно что-то показывает новое. Но всех, кого он перечислил, ну, это люди, которые ничего не значат для философии. Ладно, картинки подбирал не он сам, учтем, учтем. Но марксисты, вегетарианцы, ааа, не знаю, гегелианцы, это все мыслители, это люди комплементарные, в общем-то, к школам прошлого. Не к настоянию, не создают новые школы. Греки вот так вот создавали новые школы, вот-вот ходят и создают новые школы. Им как нехер просто это было сделать. И там было действительно огромное многообразие, как ни странно. Который маргинал почему-то не замечает. Я пытаюсь это объяснить тем, что он реально знаком только с Платоном, Аристотелем и очень узким кругом вот мыслителей, которые существовали в то время. Ну, только такое объяснение у меня может быть. Либо он очень сильно недооценивает других мыслителей, типа софистов, типа кого-то еще. То есть, кто-нибудь заинтересован идеями как таковыми, да, а для кого-нибудь это понятие не имеет никакого смысла, потому что, как бы, ну... Ладно, он тут поясняет, хорошо. К словам не привязано значение в целом. То есть, как вот со мной, например, спорить достаточно сложно, потому что я в первую очередь указываю на то, что все зависит от определения. Окей. Потом, если это до кого-то не доходит, начинаю говорить. Ничего не зависит от определения, друзья. Ну, как вам? Как вам антитейк, а? Причто. Ничего не зависит от определения. Миру насрать, что мы и как называем. Как вам такое? Значение слов, не привязанных к словам. Вот. Да, так и есть. Люди просто ничего не зависит от определения, именно поэтому. Не понимают, как это учитывать в целом, потому что люди по-другому учились, их у них были другие учтения. Но в целом все зависит от определения, как раз потому что ничто от определения не зависит. Или они читали другую философию? Олег, а философия говна, норм. Вполне так себе натурфилософия. Вот. Поэтому... У мира есть субъектность. Не имею понятия. Я не уверен, что у людей есть в прямом смысле субъектность. Философы это часто опровергают просто. Уже Хайдеггер начинает опровергать разделение на субъект и объект Кортезия введенное. То есть, по сути, опровергает то самое знаменитое чистое Я Кортезия. Это карта. Как бы им вот с теми позициями, которые абсолютно интуитивны для меня, им спорить сложно. А мне сложно спорить с их диалектическим синтезом, там, снятие, отчуждение и прочее. А вот, кстати, мне нравится, как он здесь все это трактует. Если не учитывать слово говно в конце, как бы... Слово мне тяжело спорить с их позициями. Если бы он не добавил слово говно, было бы вполне так себе приемлемо. Хорошо, по-доброму даже. Душевно. Говно, то есть, это... Вот слово говно здесь лишнее. Достаточно тяжело идет. И опять-таки, какая-то... Так показалось Лампово, по-доброму, Маргинал говорит. Мне трудно спорить с этими концепциями, потому что я их не до конца вроде бы понимаю, но они говно. Это воля у волюнтаристов и прочее. Мне абсолютно непонятно. Я думал, что я понимаю, о чем идет речь, потом оказалось, что нет. То есть, там самые разные люди попадаются. Вот примерно так. Ну, и все же, с чего надо начинать? Государство Платона, во-первых. Во-вторых, рассуждение. Мне не нравится государство Платона, как раз потому что это громадный текст, который осилить для начинающего, в общем-то, человека, который еще не особо шарит философии, довольно-таки трудно. Я вам уже перечислял, в общем-то, да, тексты, которые лучше всего прочитать у Платона. Ну, прежде всего, это «Апология Сократа», «Фидон», потом, что мы еще берем, «Пир», потому что просто «Парменит», потому что там «Теория идей». Ну, в принципе, и все. Вот эти вот четыре текста мы берем, ну, можно дочитывать по вкусу уже про софистов, то есть Горги и Протагора. Ну, тоже интересно. И не очень сложно. Что главное, не очень сложно. А государство чуть-чуть попозже к нему лучше переходить. Это сложный текст, многофакторный. Можно «Ефтифронта» почитать, потому что там очень просто. Чисто вот для любителя. Нет, первая философия. Для любителя блага. Для Декарта. То есть, начинать надо с этого, потому что, как я уже говорил, они не только фундаментальные, но еще и простые для чтения относительно. То есть, есть фундаментальные труды вроде Арганона Аристотеля. Ну, его читать сразу тупо. Это тяжелые тексты. Это название, которое было дано пяти его, скажем так, статьям. Пяти, окей. Просто мы тут недавно увидели... Просто в моей книге не было чего там не было. Риторики вроде бы не было. Вот ракта там... Там просто в моей книжке было четыре. Это старое издание мысль. Которое относится к логике. Вот их... Первая аналогия, вторая аналогия. Софистические опровержения и топология. И еще какая, риторика? Риторика или категория? Вот что я хочу узнать. Я не помню, какой пятый текст. Считать очень сложно. Вот. Вот, видите, он правильно заметил, что их считать очень сложно вообще. Считать очень сложно. Их, я даже сказал, они относятся к такой категории трудов, которые невозможно читать. А почему тяжелое в начале это плохо? Уж лучше с головой. Просто проблема заключается в том, что... В общем-то, органон Аристотеля посвящен вполне так себе специфической проблеме. Проблеме логики. Вот и все. А, категории, да, относятся? Категории, оказывается. Значит, я раньше правильно считал. Правильно считал категории в органонах вроде. Ну, два человека подтвердили. Ну, да, я правильно считал. Просто я вот в этой книжке не заметил категорий. И подумал, что я ошибался. Я вполне могу ошибаться. Ну, просто трудно читать специальный текст. То же самое можно сказать о критике чистого разума Канта. А вот критика чистого разума Канта, это просто самый главный текст Канта. Трудно сказать, что, в общем-то, органон Аристотеля является главным текстом Аристотеля. Это, конечно, великое достижение создания логики. Но это довольно-таки специальная область. Читать ее можно. Можно даже, да, полистать хотя бы. А вот Канта, да, лучше читать. Это главный его текст, критика чистого разума. И там самые выдающиеся мысли Канта изложены. Логии духа Гегеля. Что еще? Я не знаю. Логико-философский трактат Витгенштейна. Логико-философский трактат Витгенштейна во многом шуя. Ну, то есть, его трудно читать. Это похоже на сумасшедшего Нитша, который занимается аналитической философией. Вот. Он не очень последовательный. Там ничего из друг друга не выходит. Какие-то факты, какие-то определения вводятся. Просто так. Ты смотришь и думаешь, тяжеловато. Это заказали, Алекс. Это заказали. Но, видимо, это одновременно служит и подготовкой. Относительно Витгенштейна, давайте продолжим. Философские исследования — это хороший текст. Он последовательный, и там трудно к чему-то прикопаться. Вот поэтому мне нравятся философские исследования Витгенштейна. Они куда более, так скажем, непробиваемы. Я начинал с КЧР Канта, и это такое себе. Ну, да. Канта вообще нельзя читать прям сразу. Его лучше читать после прочтения Бекона, Кортезия, Лока, даже Лейбница во многом. Ну, то есть там надо много читать. Что думаешь про GPT-3? Я не знаю, что это такое. То есть всякие такие вещи, с них начинать бесполезно, потому что там ничего непонятно. То есть там нужно либо с каким-нибудь экспертом пошагово просто все проходить, что достаточно сложно, ну, найти эксперта сложно. Хотя по Гегелю, наверное, можно найти эксперта в России. Это все 74 года марксизма. Да, по Гегелю много специалистов. Например, Муравьев знаменитый и интересный. В принципе, в стране было. Он, кстати, дорабатывает Гегеля. Он не просто то, чтобы догматический марксист. Он дорабатывает Гегеля, заканчивает его учения, пытается его прояснить. Я думаю, есть эксперты по Гегелю, по Марксу, по всему на свете. Но вот как бы... Его рождение трагедии из духа музыки, Ницше, это не самый главный его текст. И да, он для музыканта может показаться, наверное, очень странным. Если нужно там про Аристотеля что-то толковое узнать, то это гораздо сложнее. Или про Канто. Вот. Но в плане греческой философии есть такой... Валентина Асмус, как я уже сказал. Мне не нравятся тексты Асмуса. Они очень какие-то... Там от себя тенов вообще много. Я не знаю, это очень трудно понимать, трактовать. У этого автора очень много таких интересных даже трактовок, конечно. Но рекомендовать Асмуса начинающим я бы не стал. Вот ввиду как раз того, что у него много нетривиальных вещей. Именно поэтому Асмуса я бы не рекомендовал. Именно из-за того, что много нетривиальных вещей. Сначала новичку лучше ознакомиться с тривиальными вещами. А потом уже читать Асмуса. У него книжка... А Гулыга плох? Чем плох? Я его, кстати, не особо читал, его тексты. Но его часто советуют. Наверное, хорош. Да, так и называется античная философия. Вот. То есть... Знаете, вы такой, чё? Кто? Куда? То есть, как бы, она достаточно толковая. Она немного слишком детальная, на мой взгляд. И когда заходит речь о Гераклите, слишком много ссылок на Гегеля. Ну, сойдет. Пойдет, пойдет, я считаю. Но есть еще такая штука, как история западной философии Бертрана Рассела. Не рекомендую. Ну, там нужно, правда, с оглядкой на личность автора. С большой оглядкой на личность автора, это большой минус для прочтения. Томас Рейд. Томас Рид, да, Рид. Философия здравого смысла. Есть такое. Ну, у Рассела такой себе учебник, честно говоря. Я не знаю, почему его многие советуют. Но я понимаю, почему он может советовать Маргинал, потому что он любит Рассела. Ну, в принципе, Рассел хороший, знаменитый аналитический мыслитель, который сделал большой вклад в аналитическую философию во всех смыслах. Но учебник у него от этого лучше не стал, к сожалению. Дело читать, потому что некоторые вещи там достаточно предвзяты, но написано просто... Ну, там через одного важного мыслителя предвзяты вещи какие-то. В общем-то, достаточно слогом, и основная информация передана вообще о всех. То есть, там, начиная с Фалеса и до самого Бертрана Рассела все доходит. Да, проблема, правда, в Платоне, отчасти в Аристотеле, потому что он смехается над Аристотелем ввиду того, что тот был учеником Платона. И трактовал его настолько разумно, насколько вообще можно было трактовать разумно Платона. И так далее, так далее, так далее, не знаю. То есть, у него много косяков, у Рассела. Это плохо. И много предвзятости. Это тоже плохо. Ну, то есть, лучше всего учебник по истории и философии очистить от всякой предвзятости. Я бы, например, не смог написать хороший учебник по истории и философии. Ввиду того, что я не самый лучший историк философии вообще, в принципе, я не очень хорошо знаю историю и философию. У меня много пробелов. Во-вторых, потому что я сам могу предвзято к чему-то относиться. Это плохо. Куда люди торопятся, ё-моё, это философия. Там с какого-то момента... Там с какого-то момента не будет воу. Лучше по порядку и вдумчиво. Да, согласен. Ну, хотя иногда можно считать мыслителей из разных традиций. Они будут немножко воу. Но чем дальше, тем меньше воу. В настоящее время прям вообще никакого воу уже нет. Все эти вегетарианцы, марксисты, сталинисты, православные марксисты. Всё понятно с ними, в принципе. Как бы очень детально. То есть, понятно, откуда они взялись. Понятно, что воу от них уже ожидать не стоит. Ну, то есть, то есть, то есть, то есть, единственное воу, когда происходит, типа, воу, 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 воу. Православный сталинист отрицает тексты Маркса, считает их враждебными. Оу, вот это было воу, да. Единственное, что он не всех понимает, но где он что-то не понимает, он, как правило, пишет, что он не понимает, и за исключением. Я поэтому и, в общем-то, написал, что текст Гриненко «История философии», там третье-четвертое издания, они простые, сжатые и доступные для людей. Это, в общем-то, учебник человека, обычного историка философии, обычного человека, который, в общем-то, не является профессиональным философом, крутым, как Рассел, например. Но это клево. Что почитать по истории философии? Ну вот, видите, высший учебник Гриненко советует «История философии». Если вы уже знакомы с какими-то материалами, ну, например, читал Рассела «Умер от самомнения Бертрахи», одна из самых лучших серий учебников – это серия «Копплстоун». Даже не учебники, это исследования по истории философии. Это один из самых лучших наборов текстов по истории философии. «Копплстоун», не помню имени уже сейчас, но он очень интересен. У него есть отдельная книга по Греции, по Средним векам, по Новому времени вроде что-то есть, уже не помню. Есть тексты от Фихты до Ницше и так далее, и так далее, и так далее. «Джон Дой, анархо-монархист, кста». Сболезную. Ницше. Но мы все равно вас уважаем. Про Ницше у него принципиальная позиция. Про Ницше у него написано настолько плохо, что я рекомендую просто пропустить главу про Ницше, потому что она просто дико убогая. Вот. Ну, норм, норм. Эх, ну бывает, бывает, ничего не скажешь. Что нужно почитать по философии? Вопрос, который Маргиналу каждый день задают. Когда я разìска buyers, который includes Violeta с их диз tone�� 21, Продолжение следует...